Пятое занятие. Пятое занятие. Кто помнит, о чем мы говорили на прошлом занятии? Какой метод датирования мы проходили? Радиоуглеродный, да? С12, С14, да. Хорошо. Итак, по этому методу датирования было установлено, что Земле в районе 50 тысяч лет. Но не было учтено время до потопа, когда стоял водный экран. И когда его учили, все пришло в библейскую норму. И, значит, давайте мы с вами посмотрим, то есть сопоставим библейские и эволюционные хронологии. Сопоставим мы их. Что же, что же там такое? Итак, значит, по эволюционной хронологии, первый ион, это отрезок времени, значит, это архей. Его продолжительность 2,1 миллиарда лет. Мы с вами говорим сейчас о осадочных породах, то есть осадочные слои, которые были, которые лежат на скальных породах Земли. Итак, самое древнее в этой, в светской хронологии архей, значит, 2,1 миллиарда лет. Он, сопоставляя с эволюционной хронологией, это, вот эти все 2,1 миллиарда лет, это всего лишь навсего третий день творения. Один день. Третий день творения. Что же произошло в третьем дне творения? Давайте мы с вами посмотрим. Итак, третий день. Ага-ага. Итак, это у нас девятый стих. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и доявится, что? Суша. И стало так. Иначе говоря, суша всплыла. Кто-нибудь когда-нибудь видел, как подводная лодка всплывает? Нет? Особенно когда-нибудь. Я видел. Если уж подводная лодка всплывает, и, значит, вокруг нее определенные там завихрения там, это самое, то представьте, в третий день творения показывает, что всплывает со дна океана земля. И это был единый материк. Это было очень серьезное геологическое событие. Итак, Архей приравнивается к одному дню творения, третий день творения. Следующее. Протерозой. Я говорю вам, чтобы вы немного ориентировались. Протерозой идет после Архея. Протяженность его у них 1,9 миллиарда лет. Значит, по библейской хронологии это время от сотворения до начала потопа. От сотворения до начала потопа 1650 лет. От сотворения до начала потопа 1650 лет. Значит, 1,9 миллиардов. Мне нравится, знаете, какой стих из Библии? 36-й Псалом. Я вам сейчас прочту. Мне очень нравится. Именно сегодня он мне нравится к теме. 36-й Псалом, 35-й стих. «Видел я нечестивца, грозного, расширяющегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел его, нет его, ищу его и не нахожу». Вот эти все миллиарды лет, да, ух, такие, ух. А тут, значит, и нет никаких миллиардов лет. Следующая – Палеозойская эра. Кто слышал про такое? Палеозой. Палеозойская вера плюс Мизозойская вера. Ой, это эра. Палеозойская – 320 миллионов лет, Мизозойская – 185 миллионов лет. Значит, все эти миллионы сводятся к одному году потопа. Мы говорим с вами об осадочных отложениях сейчас, по которым, значит, ученые определили возраст Земли. Итак, Палеозойская, Мизозойская – две эры. В общей сложности у них, по-моему, там 500 миллионов лет. Нет, это один год потопа. И следующая – Кайнозойская эра – 65 миллионов лет. Куда? Сюда входит… Ну, ладно, Кайнозойская – 65 миллионов лет. Это от окончания потопа до наших дней. 4 350 лет. 4 350 лет. Нет, 372. Нет, 3. 4 373 года. У нас же какой? 23 год, правильно, да? Ну, прекрасно. Вот. 65 миллионов лет. Кайнозойская эра. 65. Она сократилась в 4 373 года. Вот так вот. Давайте мы с вами отметим следующее, что архейские отложения, они образованы за один день. Вот именно в этот день творения, в третий день творения, когда всплыла суша. И вы знаете, что происходило? Значит, архейские отложения, они лежат непосредственно на скальном основании. То есть, это первый слой, который лег на скальное основание земли. Аминь. Значит, это произошло в третий день творения, и это сопровождалось невероятным движением воды. И это движение называется кавитация. Кто слышал такое слово когда-нибудь? Не слышали, да? Пишите. Кавитация или холодное кипение. Кавитация или холодное кипение. Значит, что же такое кавитация? Кавитация – это механизм разрушения водой скальных пород. Механизм разрушения водой скальных пород. Это, когда возникает кавитация, возникает при стремительном движении воды. Вы знаете, значит, те люди, которые наблюдали вот это вот событие или вот это действие кавитации, это просто чрезвычайная сила, раздробляющая скалы в песок. Представляете, да? Это колоссальная сила, и вот как раз-таки в это время, когда произошло чрезвычайно мощное движение воды, когда сплыла суша один материк, значит, и когда он сплыл, что? Что воду с него стали сходить, правильно, да? Итак, значит, происходила кавитация, разрушение скальных пород для того, чтобы, значит, заложить вот этот слой первый на скальных породах, вот этот первый слой, который называется архейский, а у нас это какой? Третий день творения. Аминь, вы со мной? Да? Я не хочу быть слишком сложным, но это очень интересно. Потом будете задавать вопросы. Итак, значит, всплывает земля, и ложится первый архейский слой на скальные породы, всплывшие с земли. Нужно отметить, что в архейских отложениях 85% всех золотых россыпей. Я поясню, что такое россыпи. Это, значит, сосредоточение золота при гидродинамическом действии. То есть при действии, при движении, при большом движении воды. Кстати, вы знаете, кто-нибудь когда-нибудь замечал, что в книге Бытие во второй главе, смотрите, в 10 стихе из Едема выходила река для орошения рая и потом разделялась на четыре реки. Ну, так, имя одной Фессон. Она обтекает всю землю Хавила ту, где золото. И золото той земли хорошее. Там в Далах и камень Аникс. Аминь. Итак, мы здесь уже видим золото архейские. Вот эти вот слой архейский, который образовался, когда всплыла земля. Там находится 85% всех золотых россыпей. То есть это, как бы сказать, русло, по которому текла сильно вода. Значит, и образовались вот эти золотые россыпи. И в этих отложениях 58% всех мировых запасов золота. Вот в этих отложениях. Интересно, да? Как вы думаете, добыли уже все золото или нет? Нет? Вы представляете? Вы представляете, Давид принес. Он, знаете, что сказал? Во время подготовки к строительству храма, он сказал, я по скудости своей. Это означает, пошкреб по карманам немного, да? По скудости своей. Он говорит, я даю на постройку для работ, для постройки Дома Божьего. Слушайте внимательно. Сто тысяч талантов золота. Один талант 25 килограмм. Ну, если интересно, посчитайте. Сколько тонн золота, значит, дал Давид для построения храма. Сто тысяч талантов золота. Это, по-моему, две с половиной тысячи тонн золота. Представляете, да? Я по скудости своей, я имею в виду, чуть-чуть подкопил здесь и даю. А серебра, знаете, сколько? Сто тысяч талантов золота и тысячу тысяч талантов серебра. Давид дал на строительство. А меди без счету было. Ну, ладно, это отступление по поводу золота. У кого-то золото есть, нет? Есть, да, чуть-чуть. Чуть-чуть, а у кого слиток есть золото? Нет, нету, да? Ну, ладно, у нас будет в Небесном Иерусалиме улицы из золота. Давайте дальше идем. Итак, процесс кавитации создал именно вот этот архейский слой. Значит, и наличие золота в такой пропорции полностью соответствует рассыпному залежу золота. Итак, это основные характеристики архейских отложений. И они полностью укладываются в библейский сценарий. И запомните, что в архейских отложениях не найдено, и никто никогда не находил никакого присутствия человека. Запомнили, да? Никакого присутствия. Потому что они были отложены, когда? Еще до того, как были сотворены какие-либо живые существа. Идем дальше. Давайте откроем книгу Псалтыри, 113-й Псалом. Псалтыри, 113-й Псалом. 113-й Псалом, 24-й стих. 24-й стих. Давайте вместе прочтем. 113-й, 24. «Небо, тире, кому? Небо Господу, а землю кому он отдал? Сынам человеческим». Итак, небо, небо Господу, а землю он дал сынам человеческим. Какая заповедь была у Адама в Едемском саду? Возделывать и хранить, да? Значит, а какое повеление было в 1-й главе, когда Господь передает во владычество землю человеку? А я вам сейчас прочту. Итак, 28-й стих 1-й главы. «И благословил их Бог и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуете над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, приспекающимся по земле». Итак, что? Владычество над землей передается человеку. А Богу что? Богу небо, а землю он отдал в руки сынов человеческих. И также 8-й псалом. Давайте откроем. Значит, чтобы у нас картина была ясна. 8-й псалом. Кто знает его наизусть, кстати? «Небеса проповедует славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Итак, 5-й стих. «Что есть человек, что ты помнишь его? И сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его перед ангелами, славою и честью венчал его». И 7-й стих что? «Поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». Аминь. Итак, это очень важно, что земля была отдана во владычество человеку. И человек, как Божий представитель на земле, значит, заповедь, которая была, хранить и... Что-то еще? «Возделывать и хранить». Аминь. И мы с вами говорили, что были три мира, да? Первый мир – это от сотворения до грехопадения. Это был первый мир. Такого никогда мира уже не будет. Значит, второй мир – это от грехопадения до потопа, когда были определенные условия на земле и, значит, единый климат и так далее. Но уже грех присутствовал. И также есть третий мир, который, значит, сейчас, в котором мы живем, и будет четвертый мир, в который наступит после пришествия Иисуса Христа в тысячелетнем царстве. И пятый мир – какое-то новое небо и новая земля. Запомнили, да? Пять миров. Итак, мы сейчас живем в каком мире? В третьем. Давайте мы с вами посмотрим на вот эту тему. Планета, Земля и современная цивилизация. Планета, Земля и современная цивилизация. Вы… Но я не хочу, чтобы мы как бы в депрессию погрузились после этих данных. Но мы должны знать определенные факты, что же сейчас происходит на земле, в каком состоянии находится земля. Помните, когда Господь сотворил землю, сказал, что хорошо весьма, правильно, да? Это все балансы были выровнены, все экосистемы замкнуты, значит, солнце светит, растения принимают солнечный свет, да? Потом производят с помощью этого, как он называется? С помощью фотосинтеза производят вещества биологические, я имею в виду органические, выделяют, поглощают углекислый газ, выделяют кислород. Вся система замкнута, работает совершенным образом, аминь. И восстанавливается сама себя, и, значит, вот эти пропорции соблюдаются. Но вот мы с вами первый мир прошел, второй мир прошел. Мы сейчас в третьем мире находимся, и давайте посмотрим, где же мы живем. Итак, то, что первое я хочу сказать, значит, о современной цивилизации, я подчеркиваю слово цивилизация, отсюда идет слово цивильный. Знаете, что такое цивильный? Это, ну, такой, цивилизованный человек. Не пещерный какой-то человек, вот, а цивилизованный человек. Вот посмотрите, что цивилизованный человек делает. Давайте запишем. Итак, более двухсот лет назад началось использование ископаемых видов топлива. Назовите мне ископаемые виды топлива. Уголь, нефть и газ, силы Сибири. Где они лежали? Под землей, правильно, да? Кто слышал такое слово углеводороды? Что это за слово? Очень часто используется в экономике. Значит, углеводороды. Это и есть ископаемые. Да, вот это троица. Это ископаемое топливо. Вопрос, зачем его достали? Оно же лежало где? Надежно, укрыто, мезозойскими, кайнозойскими слоями. Надежно, укрыто, правильно, да? На большой глубине. Эх, жаль, Дамира нету. Я с ним, кстати, разговариваю. Он большой привет вам всем. Он бы сказал, на какой глубине, на какую глубину они бурят скважину, чтобы достать оттуда что? Нефть. На какую глубину опускаются шахтеры, чтобы достать оттуда что? Уголь. На какую глубину бурится скважина, чтобы газ пошел оттуда? Колоссальная глубина, 2 километра, 3 километра, 7 километров. Вы представляете, да? Под этой толщей, а вот этих напластаний, значит, находились углеводороды. И 200 лет назад человек принял решение достать их оттуда. Представляете, да? Вы представляете? Это просто невероятное решение. Я не знаю, кому оно в голову взбрело, но человек принял решение достать. Для чего достать? Для того, чтобы после этого началась промышленная деятельность. И, значит, для промышленной деятельности нужны очень серьезные источники тепла. Дровами доменную печь, чтобы выплавить железо, металл, не растопишь. Правильно, да? Итак, вот эти вот захороненные углеводороды, человек решил достать их оттуда. И он думал, что, ну, какие проблемы? Они же для меня здесь, чтобы машины ездили, чтобы ротор крутился, чтобы кран поднимался, чтобы самолеты на керосине летали. Достали? Достали? Сколько сейчас достается из недр земли нефти в один день? Спросите у ОПЕК. Знаете, кто такие ОПЕК? Это объединение нефтедобывающих стран, которые регулируют, сколько нефти нужно выкачать оттуда. Итак, когда, как только начали поднимать углеводороды, след, давайте запишем, это резко повысило энерговооруженность цивилизации и ускорило темпы промышленного развития. Никто не смотрел фильм про Титаник? Не сам Титаник художественный фильм, а документальный. Смотрели, нет? Как там люди, как там люди кичились своим вот этим вот, с этим кораблем непотопляемым, что там все по высшему классу было. Это огромный корабль, который никогда не может пойти ко дну. Представляете, да? В первом же путешествии бульк и ушел под воду. Итак, значит, ускорило темпы промышленного производства и технологий. Дальше. Земля бьет тревогу и жалуется на многочисленные угрозы. Мы с вами должны понимать следующее, что в 80-е годы прошлого века наступил экологический кризис. До этого люди считали, что Земля, насколько ее там не выбрасывай, не сливай куда-то, значит, она все равно очистит все, восстановит все и так далее. Но разразился кризис, и, значит, ученые собрались, и они заключили, что, слушайте, точка невозврата разрушения нашей планеты давно уже пройдена. Вы со мной? Это означает... Все понимают, что точка невозврата? Что это такое означает? Это означает, вот где можно было что-то сделать, чтобы там спасти планету, да? Она уже прошла. Теперь, теперь планета, она только деградирует. Итак, прошла точка невозврата. А теория эволюции представляет, что, ну, значит, как бы сказать, решение этой проблемы из-за того, что Земля уже прошла точка невозврата, и она сама не восстановится, и человек ее не восстановит, значит, теория эволюции и умы золотые в кавычках, значит, они говорят о золотом миллиарде. Кто слышал вот это изречение? Слышали, да? Это означает для восьми миллиардов. Здесь уже, значит, не хватит ни пропитания, ни... Нужно что? И там они говорят безболезненно сократить население до одного миллиарда. Мне интересно слово безболезненно, да? Значит, с восьми миллиардов до одного золотого миллиарда. Я не знаю, чья это идея, но она, она... Мы слышим о ней, вы понимаете, да? Мы слышим о ней. Значит, она на поверхности. Значит, кто-то там что-то замышляет. Вы представляете, да? Я только не знаю, кто будет эти, значит, золотой миллиард. Я думаю, что Россия не даст образоваться этому золотому миллиарду. Или никого, или все вместе, да? Ну, ладно, это немного не туда. Итак, золотой миллиард. Теория эволюции говорит, что нужно... Знаете, знаете, это как воздушный шар летит, да? И на него навешаны вот эти вот грузики, да, пески, то есть мешки с песком. И по мере того, как что-то там в этом воздушном шаре... Ладно, сейчас он гелием наполнен. Это уже он больше держится в воздухе. Но когда он был наполнен теплым воздухом, да? Значит, и он поднимался в атмосферу, а там холодно. Правильно, Тимур, да? Ну, не так высоко, но все равно холодно. Итак, остывал воздух, и нужно, чтобы дальше лететь, нужно сбрасывать были вот эти мешки. Сейчас эти умники говорят, чтобы нам дальше лететь на нашей планете Земле, нужно что? Нужно сбросить 90% человечества. Представляете, да? Итак, дальше идем. Ну, у них это не получится, это однозначно. Значит, смотря на все вот эти вот угрозы, значит, мы с вами должны четко и ясно понять, что единственная надежда на восстановление Земли, что пришествие Иисуса Христа. И отметьте у себя в библейский стих, давайте мы, это в Евангелии от Матфея. Евангелие от Матфея, по-моему, это, да, 24 стих, 24 стих, 22, ой, извините, 24 глава, 22 стих. И Иисус здесь говорит, если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Какие дни? Если бы не сократились те дни, которые разрушение планеты, то тогда не спаслась бы никакая плоть. Но эти дни сократятся и останутся в живых люди, которые войдут в тысячелетнее царство. И также, значит, единственная надежда, это Иисус Христос, восстановление Земли, и, конечно же, Он сотворит новое небо и новую Землю. Давайте посмотрим на угрозы в отношении Земли, которые есть сейчас. И они, значит, они реальны. Мы, может быть, даже и не задумывались о них. Первое, техногенное опустынивание. Техногенное опустынивание. Знаете, что это такое? Вы не поверите, все, что застроено и используемо человеком, все участки Земли, которые застроены и используются людьми, это и есть техногенные пустыни. Техногенные пустыни. Вы скажете, пастор, да как, я же дом построил, газон там посадил. Правильно, да? Дерево посадил. Это все равно остается техногенной пустыней. Значит, все участки, которые застроены и используются человеком, являются техногенными пустынями. Почему? Да потому что на них уничтожена естественная почва, то есть та почва, которая должна лежать. Уничтожен растительный покров, не газон, который насадил, красиво его постригаешь, а растительный покров, который состоит из многих составляющих. Итак, уничтожена почва, растительный покров и сопутствующий животный мир. То есть человек пришел, построил, животные отвалили. Кто? Почву он убрал, да? Заасфальтировал или там плитку положил или так далее. Значит, это уже, это выглядит красиво, но расценивается как техногенная пустыня. Техногенные пустыни – это мегаполисы. Москва – это огромная техногенная пустыня. Может быть, Битцовский парк еще и Сокольники. Да, там, там, там сохранилось, да? Значит, но мы с вами должны понимать, что это все убирает экосистему в сторону, и там уже совсем другие параметры. Итак, мегаполисы, промышленные зоны, Тимур сказал, склады. Дальше, горнодобывающие комбинаты, которые углубились, значит, вовнутрь земли. Полигоны, полигоны ядерные. Дальше, аэродромы, Тимур, видишь, да? Железные автомобильные дороги и свалки отходов. Это все техногенные пустыни. И современная цивилизация занимает все больше и больше места, разрушая экосистемы. Разрушая экосистемы. И просто невероятно. Я помню фильм «Бриллиантовая рука», да? В такси на Дубровку вызывали. Помните это, да? Я сегодня проезжал Дубровку, она рядом с третьим транспортным кольцом. Вы представляете, да? Это уж не говоря насчет МКАДа. Дубровка, эта деревня Дубровка была, была самая чуть дальше третьего транспортного кольца. Сокольники были. Потом черемушки. Это же все новые черемушки. Это тоже деревня. Сейчас там что? Была деревня. Значит, сейчас там техногенная пустыня. С магазинами, с этими всеми делами. Газончик там, цветочки. Но там животных нет. А вся почва, она привезенная, она искусственная. И так далее, и тому подобное. Я сказал вам, что мы в депрессию не должны. Потому что мы знаем, что Иисус придет. И он все восстановит. Ну, давайте еще начнем мы с вами второе. Итак, первая угроза техногенной пустыни. Второе. Нарушение цикла углерода. О! Нарушение цикла углерода. Кто из вас помнит из школы или из института, или откуда, какое соотношение вообще азота, кислорода и углерода в атмосфере? 78, 21, да? Хорошо. Итак, да, приблизительно это. Эти показатели, мы еще дойдем до них. Но содержание углерода, оно, это величина постоянная. Она должна быть величиной постоянной. И содержание углерода в атмосфере должна быть на уровне 0,02%. 0,02%. Это нормальное наличие, количество углерода в атмосфере. Итак, за всю историю она была постоянной. То есть, всегда, всегда эта, значит, пропорция была такая, что углерода было 0,03%. Она была постоянной. И все процессы биосинтеза и разложения органических веществ компенсировали друг друга. Вы знаете, что когда организм умирает, то тогда происходит разложение. Правильно, да? Если он не составленный, если он не ксенобиотик. Мы об этом еще поговорим. Итак, при раздолжении выделяется углекислый газ, который добавляется куда? В атмосферу. Но балансы были настолько выровнены, что синтез, все понимают, что такое синтез? Это объединение двух, значит, двух составляющих. Значит, синтез – это объединение, а разложение – это, конечно же, да, это разложение. Итак, углекислый газ выделяется в атмосферу, и все было выровнено синхронно. Но смотрите, мы сегодня сказали, что, значит, человечество решило достать. Ой, ладно, я вам сейчас дам данные, и мы сделаем перерыв. И основное количество органики биосферы содержится в почве, также в торфе и взвешено в океанической воде. Итак, вот это все содержащие элементы углекислого газа. Но смотрите, что еще. Но было еще одно. Огромное депо органического углерода. Огромное депо органического углерода. Когда потоп пришел и погубил многих, что произошло? Это же все мертвые организмы. А при разложении что? Значит, это и есть углеводороды. Вы представляете, да? Балансы были выровнены, значит, синтеза и разложения. И поэтому все функционировало. И климат был, ой, на земле нормальный. Я имею в виду, не было таких катаклизмов. Но когда люди начали доставать углеводороды из-под земли, которые, кстати, в 4 раза больше их количества, чем наземных углеводородов. Представляете, да? Человек-то подумал, что это, ну ладно там, на машине нужно ездить или еще что-нибудь. Я не говорю, что нам не нужно. Я говорю, что Иисус все восстановит, а мы сейчас пользуемся этим миром. Хорошо? Итак, в 4 раза вот эти залежи углеводородов после потопа в 4 раза превышают все наземные источники углерода. Вы представляете, да? И когда люди начали доставать вот этот углерод, то произошло следующее. И, значит, ну это нефть и газ и уголь. И, значит, первые 100 лет, когда, значит, добывались вот эти вот углеводороды из-под земли, земля еще могла выдержать. Значит, могла отрегулировать вот этот вот уровень 0,02% содержания углерода. Кстати, оно очень важно. Но в последующие, в 20 век и сейчас, это уже необратимый процесс. И баланс углерода в 2017 году уровень СО2 достиг 0,04. Был 0,02, а он достиг 0,04. Вы скажете, а что там это, это колоссальное увеличение количества углерода в атмосфере. И мы с вами после перерыва, значит, расскажем, как же это повлияло на, значит, на землю. Аминь. Перерыв. Продолжение следует...